Поехали. Секунду, уложу цветы. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда смотрела эту коллекцию, думала, восточная мода, она похожа на бутон. Давайте ещё раз. Смотрела на этот праздник жизни и думала, что восточная мода, она превращает женщину в бутон, который, возможно, раскроется в объятиях мужчины. А вот европейская мода, она превращает женщину в полыхающий, яркий цветок. Вот я и хотела спросить, у вас какие ассоциации с этим показом? Вы знаете, про бутон это очень интересно, никогда об этом не думала. Вообще, я считаю, что все женщины, это, конечно, цветы, и мы приносим радость, и хочется, чтобы нам её тоже приносили, давали нам побольше свежести и счастья. А коллекция эта, ну, она вообще мне безумно нравится. Я, конечно, никогда не одевалась в восточное одеяние, хотя, мне кажется, это было бы мне интересно, тем более, что я актриса, я бы с удовольствием что-нибудь подобное сыграла. Мне в этой коллекции понравились больше вязаные вещи, так как я сама занимаюсь вязанием, и каждый раз на гастролях я постоянно, в общем, там, со спицами, с крючками что-нибудь вяжу. Поэтому вот мне очень нравится мой наряд в данный момент. Ну, кто знает, может быть, к следующему показу мы можем поэкспериментировать и надеть на меня что-нибудь неожиданное. А я думала, вы скажете, что вам больше понравилась шифонная тема. Вы что-нибудь себе приглядели сегодня? Ну, вообще, мне нравится, как я уже сказала, даже мой наряд. Я надеюсь его увезти домой с собой. А так, очень много всего мне понравилось. Очень оригинальная была вязаная юбка. Я уже говорю, что я безумно это всё люблю, всякие вязки. А мне ещё, знаете, что понравилось? Там есть такие вот платья. Мне кажется, это прям, наверное, как сказать, такая изюминка нашего модельера, потому что у неё есть вот такие вот вырезанные плечики. И они вроде бы есть, но при этом есть такой элемент флирта небольшой. Вот мне очень понравились вот эти платья. Но я уже узнала, что одно из таких платьев уже забирают. То есть не успела модель пройти, а платье уже всё, увозят по другому адресу. А вы отважились бы одеть хиджаб? Я бы отважилась, но это должно быть не просто так, а надену-ка я его, а должно сопровождаться какой-то историей. Вот я говорю, если бы мне пришло что-нибудь такое играть, а мне кажется, мне уже сразу сюжеты, сценариев начинают придумываться, то это могло бы быть очень интересно. Вы знаете, мой дядя Алимир Запарвас, сын Аббаса, он говорит, что европейские мужчины должны быть все либо гомосексуалы, либо импотенты. Если по городу ходят полуобнажённые красивые женщины, и они взирают на них равнодушно, у нас бы в Арабских Эмиратах мужчины мы давно бы взорвались от желания. А вы знаете, я с вами соглашусь, абсолютно, я совершенно против этого сексуального бума, который во всех клипах, на телевидении очень много, когда девушка, ты даже не видишь, как она поёт, потому что она полуобнажённая, как-то там танцует. Мне кажется, что действительно, когда этого так много, и когда мужчины на это постоянно смотрят, то это прям замыливается перед глазами, и уже нет какого-то, правда, желания её всё-таки раздеть, потому что куда дальше её раздевать, кожу с неё снять, что ли? Я абсолютно с этим согласна. Я считаю, что действительно в девушке должна быть загадка, действительно должно хотеться именно узнать, а что же там, когда она уже готова, получается, ко всему. Это, конечно, антисексуально для меня. Вы знаете, у меня вопрос от моих сестёр-мусульманок, которые живут в Европе. У них большое горе. Пару лет назад практически все власти европейских стран запретили им носить хиджабы и никабы. Это покрывало, которое позволяет женщине открывать только... Потому что запрещена вся религиозная атрибутика. И в связи с этим вопрос. Как вы думаете, можно ли заменить хиджаб или никаб, покрывало, оставляющее только глаза, балаклавы и пуссирайт? Ну, зачем мы сюда пуссирают приплетать? Вообще мне... Балаклавы, а не пуссирай. Да нет, зачем? У вас такие красивые глаза. Как протест? Во-первых, в балаклаве там только такие дырочки, и всех глаз не видно. У вас всё-таки переносится позволено. Правильно? Вот. И ответьте мне, пожалуйста, тоже. А вообще, вам никогда не хотелось сделать прическу какую-то? Распустить волосы? Ну, в исламе это можно, но только перед родственниками и близкими людьми, перед детьми. А не жарко летом? А вы знаете, на самом деле длинное покрывало, оно спасает волосы от пересушивания, от пыли, от грязи. Ведь на Востоке не случайно закрывают волосы, потому что, чтобы они не пачкались и не ломались от жгучего солнца. Ну, возможно, никогда об этом не задумывалась. А вот ещё сейчас мне пришла мысль о коже. Она, наверное, тоже меньше портится, да, если закрывать лицо? Да, именно так. Потому что вот оставляли открытыми только глаза, щёлочки для глаз, чтобы кожа не обгорала и ценилась всегда на Востоке, в арабских странах, белая кожа, как у вас. А если полтора-два месяца походить по Аравийской пустыне, то можно превратиться в шоколад. Ну, если это так, действительно, то, вы знаете, я считаю, что все должны одеваться так, как им удобно, как они себя чувствуют комфортно. Если действительно вашим сёстрам так лучше, так почему им кто-то должен запрещать это делать? Совершенно никто не имеет на это права, я считаю. С чем бы это ни было связано, с жарким солнцем, с религией, если женщина чего-то хочет, ей вообще нельзя отказывать. Спасибо.